привет ребята но что узнали месяц назад вышла первая серия по проекту с b3 этим что буду делать кузов я там рассказал что я начинал зимой еще в январе и у меня ну и кадры были январьские вышло видео месяц назад в апреле но вот я засомневался делать не делать стоит не стоят ну я в первой серии это рассказывал кто не смотрел можете пройти по ссылке я не хочу делать громких заявлений потому что многие проекты на ю тубе также все мы начинаем это будет машина восстанавливаться и также тихо спокойно мирно незаметно этот проект сливается и про него все молчат типа этого ничего не было потом я не хочу делать громких заявлений тут орать что тихо спокойно решили начать все вот и начинаем спустят как вышла та серия первое прошло там недели две я загнал машину уже к человеку которым не будет ее делать сразу скажу это будет не быстро почему потому что для меня важно качество и у человека это не основной урод деятельности и мой это тоже не снова родительности что многие думшие гаражник все остальное нет вот и по машине важно качество от бы четвертым свое время дел 7 лет прошло никаких претензий нет он там за 7 лет пару жуков вылезла и косметических а так что касается самих работ там были немного сварочные работы претензий нет абсолютно поэтому важно качество и машина делается не быстро тут двойной бокс пареный в одном он стоит два гаража спаренных а во втором ходовой там быстрее машины делаются которые но но нужно на скорость на быстроту на время я временной фактор здесь не закладывал так что может быть на фоне его сделанного я вас новым годом и поздравили 1023 наступающим также неизвестно как быстро это будет сделано за это время вот скинул бампер человек я приехал от поснимал молдинги чтобы посмотреть что там и как ну вот два порога задняя правая арка левая вареная напоминаю отправляем его в отдел косметологии пластической хирургии ну что по днищу честно говоря я так приятно удивлен у меня в бы четвертом до сюда спели на что-то гнилое было и наварили когда вот тот же самый человек который будет его делать а здесь он блин это целая ну тут понятно где пороги это сгнило пороги будут спиливаться ну а так днищу блин нормальная пороги до пороги сдохли пороги здесь от b4 и когда-то спилили хреново обработали они сгнили снова днищу ну блин днищу мне доволен и выхлоп нормальный такой я под нищем никогда особо и не видел ту когда пару раз масло заменял и только спереди увидел так его не видел ну гнил это лента на бак ну хер с ней куплю вот так неплохо неплохо машина 92 года машине 30 неплохо был бы и более поэтому уже не к чему было бы варить как думаешь нищие искали бы полость целиком а так нормалек о балка целая не гнилая тоже мне пацаны он недавно на авторынке искали балку или снизу заняли по показывали фотку с гнила балка так что спасибо большое артемке предыдущему владельцу который был забил на машину и на гайке набор на болту на поддоне короче видимо не попали в резьбу и слезали резьбу посередине болта я не знаю как они закручивали его но до душили от души говорит ну масло жрет полтора литра на 8 9000 но это же не критично я смотрю ну мотор работает хорошо не коптить не длину что такое вы залезаю сюда как только купил здесь в масле тоже так же какие сейчас выкручиваю гайку слизана купил новую а не гайку болт купил новый болт закрутил залил масло с под машины больше ничего не капает масло на не жрет и спасибо ему за то что сейчас все здесь в масле из-за того что с болта у него все капало и масло летела на балку балка не сгнила поэтому мне сейчас ее искать не надо так что есть ребята случай жизни когда машину не надо в идеальном состоянии держать вот это и защитный слой получился благодаря ну вот содрал молдинги по периметру чтобы эти клипсы покупать и заодно посмотреть что здесь происходит знаете не скажу что так удивленным все нормально по дверям ну вот действительно я про этот жук знал слабую не сквозной все-таки хорошим металлу b3 это не сквозная коррозия и здесь тоже косметика все херня мало что изменилось от крыло арка слева справа стали стежи потому что машина простояла ну сейчас видно свежую грязь на машине я выехал решил немного прокатиться так поностальгировать вот а так машина стоит в боксе все еще с ней в порядке на пылью покрылась сначала местного еще здесь стоит но сейчас она будет делаться ну по этой арке и рассказывал зимним видео я вот этому не удивлен это вполне нормально все равно бум вырезать уже все куплено все нормально есть меня тоже так ничего не удивило я думал я думал это все по выгнивало пошли были от некоторых видео фотки там на драйве многие писали то что тут все выгнивает это пластмасска снята пластмасска и гнилой весь металл пластмасска уже падает она лежит уже там здесь вот сам контур весь целый все нормально здесь дыр нету коррозии нету ну да вот здесь здесь заводские эти отверстия чуть под гнил он все равно там будет до сюда вот вырезается она аудитор здесь это все будет новая вместе с аркой но тем не менее все нормально здесь этот тут тоже уже надо варить конечно но но честно говоря думал будет хуже вы здесь у целая здесь меня все металл все нормально ну что по водительской таком же сам вместе здесь жучара сидит но про это я говорил это было видно еще на зимних видео здесь левая дверь даже как ты получше правой но здесь начинается это все ерунда косметика налет легкий не более того как я говорил в первой серии это арка варена все нормально здесь также ноут я про рассказывал про удар вот он какой был на контур целый все равно да вот усилитель замяло скорее всего вам искать новый другой веряне новая другой целый или этот хотят тут ничего выгибать уже мук капец вот но сначала выгнем эту часть автомобиля потому что меня-то очень сильно коробит то что от этого вмятина вот ребята и не то вы ебали были машины пожестче ударом это тут натянется думаю она сама отпрыгнет короче все будет нормально но ты здесь сняли бампер я думал тут чубут ржавые дыры а тут все целое то есть несмотря на то что машине 30 лет и на вид она так хламе скажем да такая заезженная замученная но крышка багажника да она вся выцвела чертовой матерь но уже крышка как багажника с первой серии рассказал не будут повторяться я думал тут все сгнило блин целая сзади она получается тоже волк в овечьей шкуре потому что если сейчас на нее накинуть молдинги назад поставить бампер ну так вот на повседнев снова сделать с виду кажется судя по порогам разваливающе старое хламе у для многих это так оно и есть по большому счету но так обойти машину днище целое классно стаканы здесь не ржавые лотками не обваренные все родные по заводским швам их не вырывала их не переваривали все по заводским швам здесь ничего не сгнило сзади то есть пороги с пилим посмотрим келанджерон лонжерон должен быть нормально все среднище целое нормально то и лонжерон должен быть целы пороге здесь вот варивали потому что правый был покоцан где-то на бордюр наскочили еще что-нибудь он сгнил черты матерь левый тоже где-то там код с нуля я не знаю либо сами уже начали гнить вырезали варили от бы 4 молодцы это хорошо только их обрабатывать нужно но и они сгнили на сухую чертова матери еще раз сейчас снова 2 4 варю пушат бы 3 мне нравится то полоса от ну я в пересери тоже говорил то есть вот это сделаем ну самое главное в первую очередь отогнуть у меня это раздражает а так еще ничего машина в сила по силовой структуре кузова но старая машина старая машина гнал вот ну сколько прошло три недели наверняка я сюда принял угнал сюда подъезжаю к боксу уже вот вот-вот приехал сюда и стрелка сразу брейк спидометра думчу за херня проехала здесь по боксам круг стрелка лежит но надеюсь что это тросик потому что привод у меня лежит коробка ct нас к помните видео года два назад снимал делаем b4 быстрее за 150 долларов но и сам бачер на коробку поменял длиннее поставил а из дэш но цитановскую снял и ct нас кую свою я продал свое время тоже бы 3 помните черный сравнение b3 вас b4 отличие вот на той машине часто и ct новская коробка моя с моего b4 там уже было завода 5 на 5 передачи 2000 оборотов на 5 передачи 80 километров в час часть там 100 ну 100 102 вот так то есть владелец тоже доволен и здесь я решил сделать то же самое что в том черном b3 тоже 1 9 турбодизель как и здесь а z 75 сил на птиступенчатой механики разумеется все все то же самое как и здесь и здесь я решил тоже потом может цитановскую поставить хотя она вот ездила по работе мало по городу то есть на ней родной хорошо ехать но больше ct для трассы но все равно взял я цитановскую взял потому что мне предложили за треть стоимости там 5 передача полетела видимо либо шестерню стерли либо этот ползун как обычно с этими коробками происходит я думаю тоже потом будет интересно покопаться если что другую шестерню 5 передача поставим уже длиннее еще поставим буду интересно хотя и на этой нормально но с учетом привод не подходит там привод под фишку здесь чуть другой но может шум переделаем принципе отверстия одинаково должно под фишку сделать что у нас фишки должна быть ваших не триндел но если хотя а может с ними вообще коробку сделаем пятую тупо ставим если тросик тросик поменяем а так сразу стой коробкой ну не знаю посмотрим решим может быть еще эту коробку стали она не так не принципиально и еще с 1 декабря по 1 марта как обычно зимний период эксплуатации и уже там вышли новшества что остаточный протектор должен быть но нормально же не помню сколько миллиметров уже новопоставление гаи было и так как эти машины все равно старые их любят тормозить известные ребята и докапывается в штраф выписать остального в первую очередь на техосмотр смотря потом уже начинаешь маятом и уже подумал что действительно с 20 на 21 год зима была снежная очень пришлось ему побуксовать на ней паша шины старые там уже подстертая на них ее покупал там 6 лет по крышкам но они еще нормально на запаске лежат но думал все равно нужны новые нормально сейчас уже руль легче хоть я поменял жидкость гидроусилитель насоса работает нормально в претензий нет но все равно меньше на него нагрузка все машины хорошие руль легче стал уже можно там пальцем крутить грубо говоря вот нормальные покрышки hankuk я помню их помню за 150 рублей взял или за 137 еще осенью 21 года вот это в 100 долларов две покрышки мне встала машина нормальная протектор хороший и зимой на не буксовал хотя зимой практически не ездил но вот когда снег было нормально машина не буксовал но уверенности хоть больше это самое главное зимой прелесть наших дорог отъехал я сюда гнал машину и здесь уже гравийка идет и спереди ехали парни горячие финские парни блин не решили газануть резко там я не знаю там с пробуксовкой тронуться там уже бернаут сделать или что короче как щебенка полетела таки улетела и мне блин треснуло стекло хорошо что не разлетелось но она уже и техосмотр не пройдет такой херней пришлось покупать блин стекло новое будем менять хотя это может подождать блин я хочу чтоб машина пороги арка все купленное чтобы это все было сразу ставить и менять сейчас вот клипсы поснимали же посмотрю сколько клипс не надо покупать сайт давай посчитаем заодно то получается 5 штук водительская 4 пассажирская значит 9 11 13 26 штук больших да видно что машина в гараже стоит пыльном где производится работы что ты улыбаешься сейчас мыть будешь эти его чистые принял ничего не знаю ну чтож начинаем машина в процессе уже я думаю в ближайшее время будет спилены пороги хотя не лучше в первую очередь скинем задние стекла скинем крышку багажника и бум выгибать от заднюю левую эту сторону потому что это самое важное на первое потому что у меня раздражает ощущать что надо это в первую очередь потом и кстати почему видео будет не быстрым долгим потому что мне нету времени постоянно сюда приезжать а я хочу так вот заснять посмотреть чтобы вот когда пороги будет спилены чертовой матери заснять что там как происходит и потом ну так поэтапно все снимать они так вот она плохом состоянии с гнилыми порогами хоп по щелчку пальца она уже все сделано покрашена и возле нее хожу мне саму хочется снятых для тоже для истории так скажем своей так надо искать кстати у кого есть ссылки на сайты где может кто-то может срок продает усилитель то скидывайте ссылку буду вам благодарен очень потому что усилитель и все-таки надо менять я думаю проблематичную бутылу вы его давни же нас гнил чертовой матери спасибо большое за внимание ставьте лайки нажимайте колокольчик чтобы ничего не пропустить когда следующая серия выйдет я не знаю но она выйдет счастливо